добрый день дорогие друзья я давно не бывал на youtube и наверное меня немножко подзабыли хотя прежде записаны поэтические циклы имели успех как я уже говорил не столь на территории русскоговорящих сколь на территории индии пакистана ирана ирака там где люди стремятся знать русский язык но иных из учебников чем поэтическое слово у них нет я наверное воспользуюсь этим же свойством своего таланта и на сей раз чтобы прочитать новые стихи очень сложного очень спорного очень непростого времени которые сегодня мы переживаем для этого я поищу цикл стихотворений у себя на блоге сейчас если я его найду сразу будет хорошо пожалуй это будет интересно дело в том что я не спешу сегодня быть и скоро говорящим потому что первый вопрос когда видят сегодня меня это что выжил до идет война ты живу и вот это к сожалению тот период когда все мы переживаем это состояние и грустное состояние и производное состояние от того времени в который мы попали поражает наверное даже не количество погибших на этой войне это война это уже давно ясно что идет война непонятно только кого против кого дерутся два близких по истории по духу народа естественно есть противоречия естественно есть то что всегда и во все времена разделяла людей и если только держаться этого то у этих народов нет ни единого надежды на завтрашний день я смотрю с этой точки зрения мне очень жалко погибших парней я не могу ничем как более чем человек помочь им но как гражданин своей родины украины я всегда буду стоять за те позиции которые отстаивают мой народ у моего народа своя правда горькая правда эту правду можно принять или не принять с этой правдой живут люди смелые отважные не отчаянно именно отважные люди которые хотят надеются верят завтрашний день этой земли вы знаете были времена когда в городе киеве древнем и по своему великом оставалось население всего 10 тысяч человек все остальное выкашивали эпидемии войны стояли здесь в разные времена и литовские гарнизоны и польские гарнизоны и и русские царедворцы и царе строители своего имперского отечества строили здесь крепости достаточно мощные для защиты от и других миров и народов нашей земли нашей украинской земли случались здесь и волны нашествий случались здесь и голодомор и холокост но все это народ пережил и сегодня народ переживает очередной трудный период когда ему надо определиться уже даже не с войной потому что на войне как на войне найденные формы ведения войны найденные формы и ищутся формы дипломатии по прекращению этой войны то есть наверное в данной ситуации я хочу выступать как дипломат я не могу сказать что я дипломат мира хотя хотелось бы очень говорить именно с этой точки зрения я дипломат того человеческого состояния в котором оказались мы старики общей некогда страны у нас есть какая-то своя очень непростая для нынешних стран и нынешних поколений правда она состоит том что мы тянулись друг к другу по каким-то другим принципам многих вещей мы не знали не чувствовали не понимали у меня всегда хотелось чтобы возникал какой-то общий для этих стран интеллектуализм чтобы возникала какая-то взаимосвязь мудро словом где умеющих говорить интересно и много а сегодня говорят мало и односложно говорят 12 метровые минометы говорят грады говорят всяческие новые игрушки по прикушке которых называют как угодно и они присланы сюда на нашу землю для того чтобы нас просто уничтожать прежде всего на старику потому что я вижу вот что происходит в донбассе то ежедневно уничтожаются дети и старики я не знаю для кого и какая выгода в том чтобы убивали эти категории населения самые незащищенные когда-то было написано в 1936 году пабло пикассо выдающиеся антивоенная картина генрика эта картина о том как немецкие сотоварищей франка гитлеровцы по сути разбомбили первый мирный город на юге испании дело не в том что это произошло тогда впервые это произошло не впервые было и первая мировая война за ней последовала вторая мировая война но это было и сегодня когда мы пришли к какому-то итогу я хочу прочитать цикл который будет называться по качеству чем болела душа наверное это будет непростой цикл многие его наверное не захотят принимать ну а моё дело разве навязывать на моей шапочке нарисован интересный знак я сам долго выбирал ее себе там написано silver fish я уже серебряная рыба своего времени то есть я старик и у стариков своя прописная истина наверно мы видим что-то я крайне редко употребляю умение сочетать рифмы и ритмы на украинском языке но с них пусть начинается этот скажем подборка стихотворений кончат рыба с и не небо кончат рыба в небе зир как бы янголы у небе сви отзначили плазир как бы янголы у небе кристалевые мали сни как бы янголам цим треба перенестись из краси как бы янголам тримати щит в огненної пори мы б ні голы не пизнали ни від рази ни війны нам війною щой від долі не пройти крізь чорні сни кончат треба си не небо и надії боясь війны кончат треба мир на доньці кончат треба водограй янгел світний на веконці ніби казка ніби рай я русский поэт и с этим приходиться считаться мои попытки писать на украинском это всего лишь дань образованию которое я получил хорошим многонациональному образованию получил в городе Киеве я могу рифмовать и на английском языке но для меня более естественно говорить поэтически на языке пустимперском российском я буду читать потому что у нас в Украине нет российского языка у нас есть русский язык древний язык который развивался рядом с тот же древним украинским языком точно он когда-то и кем-то был преобразован в имперский словом формами весьма трудноговоримыми так как и в немецком имперском есть такие трудноговоримые формы но это беда тех людей которые языком пользовались как топором топором птиц воспитывает небо человечество печаль кто в печали прежде не был для того нема скрижаль рыб воспитывает море человечество причал кто уходит от причала в неводратность одичал и уже печаль причала не причалит никогда в мир в котором изначало путеводная звезда кто-то скажет как-то просто даже очень ремесло но в поэзии я точно отыскать хочу зерно чтобы птицы у причала прикоснулись в длани руки чтобы жизнь водой журчала листок лет в реке я слыхивал слово камелот и оно было весьма на слуху вот эти рыцарские всяческие бои молодежи еще лет так 20 назад на Крещатике в подземке а в пору донецкой кампании возникло слово камелон камелоном стали называться определенные воинские подразделения столь же рыцарские и столь же прежде когда-то детские еще на евромайдане которые повзрослели и ушли в жизнь воевать защищать собственную родину донецкий камелон шахтерская страда фейсбук забит дерьмом а на кону война на кепе фонари шахтерские горачи чу дилер впереди чу диггер впереди нет снайпер помолчи не сбить прицел пока обычным бла-бла-бла в засаде не шпана арашка ягеря в израненной стране убитых страшно счет в сегодняшней войне нет права на просчет на психотроп на психологатрон вестись уже нельзя есть право на отстрел вчерашнего варья пора внутри страны отстреливать варье чтоб не было в войне подпитки за бабло медленность контекста все еще война чья-нибудь невеста и уже вдова продает бывало слежие носки кулаком размером каждый не свои навод кулачи пятка до носок сердце болью плачет умер да не в срок госпитальной койки не понять тоски хоронили горько привезли привезла носки вышиванку счастья вышила зареть а пришлось в ненастье рано умереть батальонный шкворень у блин лёг у блиндажа лёг хоть кто был проволен тот еще живет он прикрыл собою оружейный склад оттого осталось восемь жучи ребят каждому достались новые носки поминки промчались в зареве весны вот он носок вот о чем я говорю когда стоит человек на рынке ему надо угодить он берет вокруг кулака обворачивает пяточка носок если вот это оборот получается по кулаку это размер того кто хочет себе приобрести отдельные носки не большие не маленькие не те которые из-за того что маленькие быстро порваются вот что остается людям которые отправляют своих мужей на фронт стоять в продавцах в реализаторах по всему нашему украинскому миру быть волонтерами спасать отечество потянулись вдовы грустно немедово черные пенаты обрели ребята это ночью по тревоге вышли за пороги сели на машины село горе шины ангелы проспали жизнь враги прервали подрастают дети вдовы ждут в обете отвечать сквозь годы за глоток свободы столько слов на ветер кто кто за них в ответе я читаю может быть не сразу и не все потому что если читать все и сразу оно будет пить обухом по голове ну позволю себе ровно столько сколько можно дать за один раз этим летом на настый страв полувыжухлых горько пряных уронили тела мирян в разрывных от снарядов ранах но призвать их уже нельзя степь донецкая смотрит в небо там за облачный мир скользя все идут за кровавым хлебом те кто прибыли налегке под разрывы густой шрапной но не знамя зажав руке а бабла аттестат похмелье им обещано вохмелю за укропа бабло дурное только кости от них во рву только вдовы в р.ф. на взвое прежде барды с душевным дном разжигали нас сердце в югу а теперь за дурным баблом в украину пришли иуды нет не братья они вдвойне и убийцы и просто лохи и не совесть у них в цене а беспутного счастья крохи их отправили на прорыв то варьёч то и наскром сало градов савушек каждый взрыв на возврат им надежды мало и не барды уже в глазах а холодное в сердце в юга уронила их навсегда в стерь донецкую друг за другом я очень много написал и очень много спорить можно с тем что это это боль дожди приходит в понедельник в подельниках сжимая грусть и взяв у судьбы любви наперники расторжения горьких ус и пересею время всяко ведут со старого двора в иные дни мечту распята где нет ни пуха ни пера а пух он что давно не пурится едва упавший стополей он вьюжит полудни над лужей внежданно тусклый летний день день не бредёт по апарелли а придается мокрым сном сквозь свет волшебной аквартили среди житейских мелодрам страна повязана войною не ковильбанней а то и дождь стеной над страной бредёт чумно как комь в пальто в окопах вымокнут ребята а киев вытерев очки глаза размежет плутовато ведь в нем не только старички ведь убивать под градом весны нелепо странно нелегко как простужать навеки кости дождливым ветреным треком наверное следующую часть этого цикла я буду читать уже как некий новый Василий Тёркин но это будет в другом цикле чуточку позже когда я соберусь с мыслями когда увижу как реагируют люди на этот как и всегда в таких случаях я говорю вам мир вашему дому Аштейл Андер Уэлт 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 Аштейл Андер Уэлт